В этот благодатный месяц Рамадан мы, команда Golden Muslim, хотим подарить вам 5 путевок на Умра. Не нужно подписываться на десятки людей, просто скачайте приложение Безликие, вы автоматически станете участником и сразу же получите свой номерок. Такого еще не было. Ассаляму алейкум, братья и сестры, надеюсь, у вас все хорошо. В мире существует большое количество людей, которые родились в религиозных семьях. Но, когда они выросли, они отказались от своей веры и решили стать атеистами. Атеист – это тот, кто не верит в существование Бога. Он считает, что все вокруг и мы сами являемся продуктами науки, нет никакой высшей силы над нами. Печально видеть, как люди, родившиеся в богобоязненных исламских семьях, в конечном итоге становятся атеистами. Есть многочисленные аяты в Коране, которые бросают вызов идеям атеизма. Недавнее открытие только подтверждает, что ислам – единственная истинная религия. Аквалангист нашел копию Корана на глубине моря во время подводного плавания. Драйвер по имени Йен Ягерти обнаружил священный Коран на глубине 18 метров под водой в Южной Африке. Йен опубликовал видео о своей находке в своих социальных сетях, которое обрело большую популярность. Довольно интересно то, что Коран лежал открытым, и развернутые страницы были, и Сура Аль-Аграф, в котором говорится об истории Нуха, мир ему, и его людях. Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание от вашего Господа явилось к вам через мужчину из вашей среды, чтобы он мог предостеречь вас, и чтобы вы стали богобоязненны? Быть может, тогда вы будете помилованы. Они сочли его лжецом, а мы спасли его и тех, кто был с ним, в ковчеге, и потопили тех, кто счел ложью наше знамение. Воистину, они были слепыми людьми. Как это возможно, чтобы аяты абсолютно соответствовали ситуации? Как на глубине моря оказались открыты именно те аяты, которые относятся к потопу? Почему не любые другие аяты? Атеист ответит на эти вопросы, сказав, что это лишь совпадение, ничего более. Почему же все совпадения случаются именно с Кораном? Это все не случайно, это знамение от Аллаха, Свят Он и Велик, для своих рабов, чтобы они обратили на это внимание. Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, «Воистину, в этом знамение для людей, поминающих». Он тот, кто подчинил море, чтобы вы кушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти верным путем. Он создал знаки, а по звездам они находят правильную дорогу. «Разве тот, кто творит, подобен тому, кто не творит?» Неужели вы не помянете назидание? В другом кораническом аяте Аллах, Свят Он и Велик, говорит, что Он окажет нам знамение, чтобы мы могли понять, что Коран является истиной. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели недостаточно того, что твой Господь является свидетелем всякой вещи? Это послание не только атеистам, но также тем, кто думает, что Коран – это не Слово Божие. Ничего в этом мире не является случайностью. Всевышний Аллах знает и всякой вещи, и всем распоряжается. У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. Мы молимся Аллаху Святой и Великой, извлекаем уроки из этого случая. Пусть Аллах, Субханамуа Тааля, поведет людей прямым путем. Пусть Аллах защитит нас от беспечности. Аминь. Друзья, не забывайте ставить лайк на видео, также подписываться на канал, и обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Только представьте, если мы в эту ночь пожертвуем 30 рублей, которые пойдут на продукты питания для нуждающихся, на ифтары, колодцы, пальмы, мечеть, мадресе, на кораны для мечети пророка Мохаммада, мир ему благословения, и в бедные страны, то нам запишется, как будто бы мы в течение 83 лет каждый день кормили нуждающихся, строили мечети, мадресе, колодцы, пальмы и покупали кораны. Только подумайте, ваши 30 рублей милостыни превращаются в немыслимое количество пожертвованных вами денег и сделанных вами благих дел. Не упускайте такую возможность в этот рамадан. Все отчеты на аккаунтах, указанных ниже.